Реальный спорт Ульяновск Делаем мы все это вместе с нашим гостем, мастером спорта, международного класса, рекордсменом страны Сергеем Прохоровым. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, знаю, что пришли вы к нам сразу после тренировки. Куда готовитесь? Должен быть готов всегда. Придет приказ о соревнованиях, я должен буду плыть и побеждать. Вот поэтому всегда готовимся, всегда на страже, всегда в теме, в тренде. А соревнований сейчас не меньше? Не меньше. Это кажется так, что лишили нас международных стартов и все. Нет, на самом деле в России сейчас резко возрастает количество соревнований, вот, и причем неплохого уровня. Поэтому могут завтра сказать, завтра стартуем, все, значит, стартуем. Давайте ненадолго вернемся в ваше детство. Наверняка летом на каникулах очень много отдыхали в спортивных лагерях. Отдыхали – это хорошее слово, очень. У меня был великий тренер, я считаю, и он понимал, что спортивный лагерь – это основа всей годовой подготовки. Поэтому, может быть, мы отдыхали, пока ехали в спортивный лагерь, а там футболки рвались уже на третий день от пота, крови и всего. А в каком лагере отдыхали? В основном у нас, ну я еще, наверное, советский человек, у нас был еще лагерь автозавода, это район Белого Яра, вот где-то там на берегу Волги, на Косогоре. Потом, конечно же, Сокол, вот он, наверное, единственный вообще, который остался. Да, есть у нас некоторая напряженка со спортивными летними лагерями, и нынешнее поколение спортсменов тоже не прочь провести все лето в Соколе. Поэтому наша съемочная группа отправилась в лагерь и проинспектировала, как же он готов к летнему сезону. В спортивном лагере Сокол, что в Барышевском районе, большой десант. Команда регионального Минспорта проводит субботник. Скоро летний оздоровительный сезон. Игорь Ярасов в Сокол приезжал сначала как спортсмен, теперь уже 30 лет как тренер. Наставник нынешних ульяновских ликоатлетов говорит, что без такого лагеря тренировочный процесс просто немыслим. Ну, этот лагерь, можно сказать, как хороший тренировочный сбор, если разобраться. Тут такой воздух, очень большое оздоровление для детей. Ты тут просто, сколько набегаешь, объемный бег, что потом люди бегут и бегут и бегут, и все рекорды ставят. А, к сожалению, сейчас этого у нас не хватает. Но будем надеяться, что с открытия этого лагеря будем продолжать подготовку. Правда, открытие лагеря Сокол ульяновские спортсмены ждут уже несколько лет. В 2018-м его закрыли по требованию Роспотребнадзора на карантин. На два года. Потом случилась пандемия. Минус и еще один год. За время вынужденного простоя в лагере построили новую современную столовую. Обновили рукомойники и ногомойки, а также душевые. Водонагреватели на душевые. Шесть леек мужских, шесть леек женских. Горячая вода будет всегда. Исполняющий обязанности директора лагеря Виталий Сахарнов говорит, что обновление инфраструктуры только полдела. Необходимо оформить разрешительные документы в нескольких инстанциях. Дело это хлопотное и небыстрое. С 1 июня вообще мы, конечно же, не успеем запуститься. Запланировано в этом году хотя бы отработать несколько смен. Тем временем представители спортивной общественности региона констатируют, открытие «Сокола» не удовлетворит всех потребностей юных ульянских спортсменов на летнюю оздоровительную кампанию. Выход – искать пути создания еще нескольких подобных лагерей. Построить в чистом поле или на лесной поляне лагерь с нуля – это дорого стоит. Но у нас все-таки есть базы или заброшенные, или полузаброшенные, или базы предприятий, когда предприятие практически бесплатно может его отдать, передать в ведение областных властей. И тогда затраты будут не так велики. А эффект как оздоровительный, так и эмоциональный, он будет, конечно, обалденно высоким. Идеей этой уже не один год. Она возникла задолго до того, как в 2018-м Роспотребнадзор закрыл «Сокол». Но пока реализовать ее не удалось. Лагерь в Барышском Акшуате так и остается единственным в структуре регионального Минспорта. Сергей, бытует мнение, и оно, кстати, не беспочвенно, что будущих олимпийских чемпионов и чемпионов мира следует искать не в больших городах, а в малых селах и даже деревнях. Согласен с этим? Я бы вот так вот не поделил, что вот так жестко город и деревня. Я думаю, что талантливые, хорошие мальчишки и девчонки есть везде. Конечно, есть плюсы свои в городе и минусы, есть свои плюсы и минусы в деревне. Поэтому только работа тренера и спортсмена в спайке, ну, родители давайте еще сюда тоже оставим, вот только работа вот этих людей и определяет результат. Это неважно, нашли мы его в Ленинском районе или в Новоспасском. И тем не менее, акция «Олимпийский патруль» продолжает гнуть свою линию и ищет будущих чемпионов на периферии. На этот раз она отправилась в один из самых спортивных районов нашей области. В Новоспасском ледовом дворце спорта «Олимп» приятная церемония награждения. Местная, одноименная с ФОКом команда второй год подряд выигрывает чемпионат Ульяновской области по хоккею с шайбой. В награду ледовой дружине шикарный кубок и медали, а также товарищеский матч против команды правительства региона. Ну, Новоспаска – это не секрет, что занимает одну из кредирующих позиций на спортивной карте области. У нас здесь есть ледовый дворец и шикарный футбольный стадион. Вся инфраструктура есть для развития как массовой, так и профессионального вида спорта. Поэтому Новоспаска – это центр развития спорта, можно смело об этом говорить. Около сотни мальчишек из десяток девчонок занимаются в Новоспаске хоккеем-шайбой. Для поселка с населением в 14 тысяч цифра приемлемая, считают наставники детской спортивной школы. Талантливых ребят предостаточно, говорят тренеры, и такую популярность связывает прежде всего с наличием в районном центре современной ледовой арены. Я думаю, это одно из самых значительных, что у нас есть ледовый дворец, такой закрытый, и летом, и зимой мы можем заниматься на льду. Церемония награждения, хоккейный матч – это только часть спортивной акции «Олимпийский патруль». Ее рамках в Новоспаске состоялись состязания «Время первых» и мастер-класс Дарьи Горбачевой. Несколько лет подряд она была ведущей спортсменкой в сборной области по тэквондо. Тэквондо в Новоспаске также в большом почете. Свои предпочтения кимоно и додянгу отдают более сотни мальчишек и девчонок. Некоторые из них представляют регион на всероссийских стартах. Уровень хороший, ребята стремятся к знаниям, к соревновательному процессу, к самим соревнованиям. У них такой прекрасный комплекс, есть где тренироваться, есть где получать знания. Впрочем, сами тэквондисты говорят, что занимаются в основном в небольшом зале, что есть в структуре ФОК «Центр Юг». Большой же зал, где прошел мастер-класс Дарьи Горбачевой, зачастую занимают игровики. «Проблема есть. Как бы у нас вот этот ФОК, он общий. И как бы, ну, он больше для игр. А нам требуется специализированное отдельное здание, чтобы было именно под наш вид спорта». Да, о такой спортивной структуре, что имеет в своем распоряжении жители Новоспаска, многие муниципальные образования региона только мечтают. С этим соглашаются и участники создания спортивной общественности района. В рамках диалога, предусмотренного регламентом акции «Олимпийский патруль», подписывают соглашение о сотрудничестве с областными спорта, Олимпсоветом региона и руководством района. А также выбирают состав районного Олимпсовета. В него вошли самые активные спортивные общественники, которые во главу угла своей работы по-прежнему ставят задачу улучшения материально-технической базы. «У нас сейчас есть в планах строить другие спортивные объекты, которые увеличат нам толчок, даст большой, в сельских населениях». Новоспасский район стал 14-й точкой на карте области, куда добрался «Олимпийский патруль». Следующая остановка – в Кузоватове. Сергей, вот вы готовитесь к выездным соревнованиям. А когда в последний раз вы представляли свое мастерство ульяновским болельщикам? Насколько я помню, в нашем городе проводится только один турнир по плаванию в год. Это турнир памяти вашего тренера Печенегова. Да, пока один. И в связи с ограничением по ковиду вообще он, по-моему, сейчас пока даже не проводится. Пока очень сложно. Был вопрос такой, что мне бы хотелось, чтобы, например, первенство «Динамо», всероссийское «Динамо по плаванию» было в Ульяновске. Но, к сожалению, здесь все-таки условие есть одно большое – 50-метровый новый бассейн. Пока мы его не имеем или имеем, но он уже как бы устаревший, наш бассейн «Спартак». Поэтому пока не получается зазвать, действительно крупные соревнования. Очень бы хотелось, очень этого жду. И, как бы, я думаю, что в перспективе дело все-таки сдвинется с мертвой точки. Совсем другое дело представители конфедерации единоборств. Они проводят в родной Ульяновской области одно соревнование за другим. И очередное прошло под эгидой Федерации бокса. В числе почетных гостей межрегионального турнира по боксу Сергей Кожемякин. В память о его сыне, герое России Дмитрие Кожемякине, и выходят биться в ринг участники соревнований. 90 боксеров не старше 18 лет спорят за награды соревнований. Они представляют не только Ульяновское и Ульяновское область, но еще и Тольятти, Самару, Буинск и Нижний Новгород. Победители выявляют в 14 зачетных категориях. Этот турнир дает опыт ребятам. Дальнейшего отбора он какого-то не дает. То есть завершить год соревновательный с боями, чтобы не простаивать. Один из самых скоротечных и самых зрелищных финалов в весовой категории до 63,5 килограммов. В нем встретились хозяева ринга – ульяновцы. Евгений Маршев, представляющий городскую федерацию бокса, и Алексей Албин из клуба «Буревестник». Едва прозвучал гонг, Маршев бросился в атаку и буквально снял соперника, секунданты которого в конце второго раунда выбросили белое полотенце. Никакого плана не было. Тут как бы больше импровизация. Давно не боксировал. Сейчас немножко накопилось. Опыта поднабрал. Кроме Маршева, еще семеро ульяновцев стали победителями традиционного мемориала Кожемякина. По два чемпиона из Тольятти и Нижнего Новгорода, по одному из Буинска и Сурского. Ну что ж, Сергей, вернемся к плаванию. Насколько я помню, если мне не изменяет память, вы рекордсмен страны на 400-метровке комплексным плаванием. Ну и 200 было же. А сколько можете пронырнуть под водой? Как долго сможете задержать дыхание? Я из тех пловцов, кто мог пронырнуть. Во всяком случае, когда я был в сборной страны, 100 метров для меня был не вопрос. Причем без ласт. Поэтому я знаю, что такое задержка дыхания, я знаю, что такое далекие проныры. И вообще пловцов, я считаю, надо обучать умению задерживать дыхание и нырять. Это базовое умение пловца. С него все начинается. Сколько сможете продержаться без воздуха? Ну, чтобы не соврать, я думаю, без долгой подготовки-то минуты три продержусь. Если немножко на это обратить внимание, потренироваться, ну, дальше уже до пяти минут можно себе рамки-то раздвинуть. Ну, как бы врать не буду, поэтому давно этим максимально не занимался, но три минуты – это не проблема. А в Ульянске есть люди, которые также занимаются подводным плаванием и стараются как можно дольше задержать дыхание. Больше десятка медалей, среди которых много золотых, привезли из Москвы, с первенства страны, юные ульянские фридайверы. Чтобы стать лидерами на сироссийской арене, подопечен тренера Ольги Прохоровой, потребовалось всего пару лет. Именно столько в Ульянске действует секция подводного плавания для детей. Фридайвинг – это экстремальный вид спорта, он очень опасный. Но к детям это не касается, мы в далекие глубины не ныряем и на большие отрезки тоже мы не плаваем. Для детей очень важно, чтобы у них нагрузка была мягкая, и здесь важна очень техника. То есть экономичное, правильное, такое спокойное плавание. Победительницей первенства страны в одной из дисциплин стала 9-летняя Даша Седых. Раньше ей прочили большое баскетбольное будущее, поскольку мама и папа серьезно увлекались игрой с оранжевым мячом. Но дочка выбрала свой путь – путь по дну бассейна. Мне вот главное, что вот сколько я смогу проплыть, столько я и проплыву. Я ни о чем не думаю, я просто расслабляюсь. Ощущение, что ты просто спишь и двигаешься. Плыли, затронулись, плыли, поли. Таких юных фридайеров, как Даша Седых, в секции Ольги Прохоровой около сотни. Сначала мы учим детей плавать, а только потом делаем из них ихтиандров, констатирует наставница. Нагрузка – две тренировки в неделю. И при этом прогульщиков практически нет. За два минувших года редко кто из детей ходил на больничный. Фридайвинг полезен тем, что дети более становятся концентрированы, они умеют переключаться, вовремя собраться. Плюс здесь польза большая на дыхательные органы. Около полутора минут может продержаться под водой Даша Седых. Результат, с которым справится далеко не каждый взрослый. При этом сама юная спортсменка утверждает, что никакого дискомфорта и тем более страха при погружении не испытывает вовсе. Под водой не может быть страшно, потому что ты понимаешь, что вода – это вот все. Ты же сам состоишь из воды, то есть понимаешь, что вода тебе причинить с вами может. Даже если ты просто не умеешь плавать, просто лег на воду расслабленный, ты же не тонешь, а вот вода тебя держит. То есть под водой ни в коем случае не может быть страшно. Перед 45-минутным занятием обязательная разминка на четверть часа. В ней много специфических и необычных упражнений. Но только так можно подготовить детский организм для подводного плавания, считает Ольга Прохорова и признается. Воспитывать чемпионов надо, но это не первостепенно. Наша задача, чтобы дети бежали с удовольствием на занятия и занимались просто, чтобы спорт был постоянным, регулярным занятием в каждом человеке. Особенно это надо прививать фундамент, закладывать в детях. Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был реальный мастер спорта международного класса, реальный чемпион страны, реальный рекордсмен страны Сергей Прохоров. А с вами был Реальный спорт Ульяновск. Увидимся через неделю. До свидания. До свидания.